Битва 9, город Грозный, Чеченская республика, Россия, 4 октября. И очередной ежегодный турнир проводится именно в эту дату в связи с днем рождения главы республики Рамзана Хмачкадырова. Ну вот сейчас к поединку. Фаниль Рафиков, Нагай, его прозвище, уроженец Казахстана. Представьте, сейчас сам пропустил в левше. Не могу ничего не рассказать, потому что когда я приехал, он уже перестал скарринговаться. Очень раньше приехал на сборы, и поэтому не видел его в деле. Но, знаешь, я думаю, что я видел, как он в последние дни готовился. Чуть подгорал он, конечно. Хотя послужной список, напомню, дорогие друзья, 7 побед и всего лишь одно поражение у Фаниля Рафикова. Я думаю, просто он не дрался вот на таком уровне, и, знаешь, как говорится, выражение, с топор повесили сеть будет от напряжения. Когда вот, наверное, он увидел это, когда он это все увидел, я думаю, что, наверное, чуть-чуть переживал. Но я надеюсь, что он справится с волнением и сможет как-то взять под контроль. А что касается бойца из Греции, ну, конечно, очень такой непонятный рекорд 6-7. Но все равно, я думаю, что опыт у него есть, и недооценивать соперника нельзя даже при таком рекорде отрицательном. Да, непонятно, вы имеете в виду, что поражение больше, чем побед в этом мире. Да, да, да. Можно сказать, что он проходной боец, да, для него. Но, опять-таки, как бы даже при всем боецом нельзя недооценивать соперника. Смотрите, как сейчас он сбросился с правого такого свинга и промахнулся невероятно. Такое даже в замедленном движении, как будто удар он наносил в слоумоушене. Так, посмотрите, сейчас Фаниль, по-моему, чуть подуспокоился, расслабился, чуть скинул плечи в левше. Напомню, дорогие друзья, он работает, правосторонние стойки. Сейчас вот тейкдаун очередной за ним. Ну, по-моему, насколько я знаю, что у Рафиля все-таки база ударная техника. Поэтому, мне кажется, надо ему все-таки пытаться, пытаться его все-таки бить в стойке. Очень здорово, что Михаил будет по ходу трансляции давать нам такие экспресс-комментарии именно действующего профессионального бойца смешанных единоборств, те или иные нюансы. А еще есть вот такой момент, он очень сильно давит на соперника. Ты вроде его перевел в партер, побил, и в какой-то момент встаешь и начинаешь работать с ним в стойке. То есть ты сам уходишь осознанно с партера и начинаешь продолжать бить его в стойке. То есть это на соперника очень сильно. Вот, вот что я имел в виду. А взять, если его поднять и начать бить, ну вот он, в принципе, это и сделал. Да, вот сейчас мы это увидим. Молодец, правильно сделал. Наверное, он услышал нас. Да, отчасти. О, на встречу попытался левый прямой запустить. Тем более он левша. И левша, как правило, он сам по себе таит уже угрозу. И с левшой надо уметь работать. И видно по, ну, как бы, мне как профессионалу достаточно одной минуты, чтобы понять, может человек, да, как бы в стойке двигаться. Есть у него школа какая-то, база. Видно, что у него нету. Поэтому, если человек не обладает определенной базой, то очень тяжело драться, допустим, против левши. Если левша все сделает правильно, то он может очень быстро закончить бой. Да, с вами согласен. Да, вот и ему секундант даже говорит, побоксируйте. Я точно считаю, что с ним надо боксировать. Смотрите, да, огромное количество хаотичных действий, стороны грека, мы видим. Вот он, ну, как бы, молодец. Супермена запустил. Встречать надо, зачем это он уходит. Здесь, смотрите, такие нестандартные действия пропускают уже стороны греческого спортсмена Самфани. Да, вот он его загоняет, загоняет к сетке, то есть проделывает эту работу и делает потом шаг назад. Если ты его загнал, ты или атакуй, вот. Вот есть попадание и жесткое достаточно. Молодец, да. Или надо атаковать, или встречать уже. Причем хорошие комбинации. Молодец, молодец. Для левши это просто классика. Он сделал сейчас двоечку, левый прямой, правый сбоку и тут же левый миддл кик по печени. Это классика для левши? Я хочу сказать, что он еще продемонстрировал очень хороший контратак в борьбе. Он оттянулся от прохода в ноги и сразу контратаковал сам проходом. Это, ну, как бы, говорит, значит, что он умеет, видимо, бороться, что у него есть какие-то навыки борьбы. Я говорю, я когда приехал, он уже, ну, как бы, заключительная часть у него шла, он весогонкой занимался. И поэтому я не видел его, как он борется, как он боксирует. Ну, и честно признаюсь, Михаил, все-таки бойцовский клуб «Бахмат» это же клуб мирового уровня. Уже, как мы знаем, по именам, по фамилиям, которые присутствуют в клубе «Ахмат». Начиная только с Абдул Керима Идилова, уже бойца UFC, действующего бойца UFC, чемпиона мира, 2-класса по универсальному бою, чемпиона мира промоушена «Файт Найтс». Заканчивая Русланом Магоменовым, который сегодня одержал победу. Мы его всех поздравляем от души. Третья победа в UFC, в лучшей лиге мира. И, ну, крутейшие парни представляют клуб «Ахмат». И, конечно же, Фаниль, я думаю, не просто так оказался в стане клуба. И сейчас фуллмаунтим, смотрите, ну, он мог бы сделать. Не хватило, не хватило 5 секунд. Ну, молодец, молодец. Хороший, хороший бой он показал, хорошую работу в стойке. Чуть-чуть он, есть было вот это волнение в начале, но он начал справляться с ним. Я думаю, что успокоится, и второй раунд, я думаю, что он должен закончиться, если все сделает правильно. Я думаю, что я бы ему посоветовал работать в стойке, вытягивать его на себя и встречать. Или самому пытаться контаковать на серии, и все получится. Не надо лезть в борьбу, если ты намного себя комфортнее чувствуешь в стойке. Тем более, если твой соперник пропускает удар. Зачем лезть в борьбу, давать ему там, как бы, защититься? Возможно. Почему иногда, вот, может быть, есть нюансы, значит, вот, не так громко возможно услышать Михаила, потому что здесь целый креатив, здесь огромнейшая благодарность всем тем людям, которые помогли нам сделать, все-таки установить какую-то более-менее нормальную связь. Поэтому, но, опять же, события мы видим непосредственно с места, находясь здесь рядом у клетки, прям буквально дыша этим же кислородом. Поэтому для зрителей это особенно всегда интересно. Поэтому, Михаил, постараюсь говорить громче, чтобы не слышали. Громче, да. Все, обещаю. Опять же, вот, сейчас в стойке начинается. Молодец, вот, отлично. То, что я от него и хотел, как сказать. То, что я от него и хотел. Работай. И вот попал, еще продолжать надо. Надо наращивать свое преимущество. Да, да, двойные и стройные атаки нужно делать. Конечно, конечно. Ты попал и остановился. Попал и остановился. Еще раз попал. Молодец. Хорошо, что завершает такого штука. Ну, мне очень он нравится. Я первый раз его вижу. Он у меня оставляет. Самое приятное впечатление. Прихват хороший. Перевод. Молодец. Такой, видишь, и обманывает. Обманывать пытается. То есть он атаковал с рук. Сразу проход в ноги. Когда тот опять ждет атаки. Но это называется работа на два этажа. Да, как раз то, о чем говорил Абдулман Абдул-Мугамедов. Всегда нужно работать для классного смешного единоборца. Два этажа. Это внизу. И ты должен быть максимально готов ко всему, что происходит в Батте. И вверху, в стойке. Конечно. У нас же не бокс. У нас же не чистая борьба. У нас смеша единоборца. Поэтому в бою можно... Ну, аксиомы не существует, как таковой, чтобы одержать пробег. Можно пытаться обмануть соперника. потому что прямолинейно. У тебя было, конечно, скучительно. Ну, молодец. Просто застаивайте их долго. Да, вот паузу берет он, потому что где-то в начале, я думаю, вы правы, Михаил, он где-то перегорел или подгорел. Потому что перегореть, если бы, возможно, было для него, то он не показывал бы вообще никакого качества боя. Он подгорел где-то. И те нужные функции, которые ему необходимы для боя, он их где-то потерял уже до поединка. Чуть-чуть быстрее надо бить. Чуть-чуть быстрее. Видите, зависает, он паузит постоянно. Молодец. Заходит на такую дистанцию. Средняя дистанция, это, конечно, самая опасная дистанция. Уже все нокауты. В ударной технике, значит, самая опасная дистанция. Он заходит на эту дистанцию. И сейчас, смотрите, и амплитудный бросок. Спасибо. Амплитудный бросок. Чего всегда люди не встретили? Да, я сразу же реагирую на такой, отчасти, бросок слэмп, получается, с ударом, с эффектом звуковой составляющей. И это, конечно, особенность всегда знаковая является для аудитории. Ну, молодец он. Я думаю, что он выполняет полностью план установки. Максимум – это перевод в партер. Удар и перевод в партер. С партера подниматься, не возиться с ним, не уравнивать свои шансы, а именно доминировать. Именно там, где у него как бы это получается. Делать все очень правильно. Да, и вообще никакие шансы. И вообще никакие шансы. Вообще никаких шансов. Единственное… Здесь провалом куда работать. И он дал такую паузу, что соперник уже сам осмелел и пошел, ну, начал… Ищет сейчас, ищет сейчас. Левой руки хочет зацепить, да, мы увидим сейчас. Ну, ищет, надо пытаться, вот, при помощи ударов искать. Не просто стоять. Еще бы я посоветовал, наверное, ему все-таки, ну, по боксерски, если назвать этот термин, ну, раздергать своего соперника и потом контратаковать. Да, раздергнуть и вернуться к нему. Да, а он просто вот или атакует, ну, или встречает, а попробовать выдернуть его, обмануть, показать, и я думаю, тогда будет то, что он сделал в начале раунда хорошо. Встречает хорошо. Супермен опять готовил он. И тут же повторяет за ним Грек, уже не первый раз, что как только Супермен делает этот удар прыжковый, флайн, панч, так называем еще иначе, на английском манер. Редук делает паниль, сразу повторяет за ним Грек. Он зажал, ну, вот, молодец, и продолжай еще, продолжай. Не делает он сдвоенных атак, не делает он стройных атак, ведь с самого начала с вами отметили, у него нет этого почему-то в этом бою. Я думаю, что он это не делал на тренировках. Это такое задание очень тяжелое, сдвоенные и стройные атаки. Над этим надо именно... Оу, бэквист точно! И причем настолько верно сейчас он был нанесен по технике, так чуть замедленным действием, но боец из Греции, Кристош Пласирис, просто так очень легко его пропустил и чуть его оттянуло от инерции этого удара на клетку. Я ни в коем, не надо гильотину никакого оттягивать, совершенно верно. Я думаю, что я не подсказал, бери на гильотину, все правильно он сделан. В таких случаях надо оттягивать темные ноги, то что он сделал. Молодец! Ну, я хочу сказать, что он успокоился уже полностью, видно, что он уже расслабился. Концовку можно, в принципе, вот в таких случаях я иногда влезу в борьбу и пытаюсь побороться. Понимаю, что осталось времени немного, даже если я там попаду на какой-то болевой прием, я смогу... Левый хайкик точно. Левый хайкик в пользу Фаниля Рафикова. Заканчивает он успешным действием очередной раунд. Ну и здесь, по-моему, для всех все ясно. Единственное, может быть, Михаил Красотвасов. Ну что, посмотрим. Молодец! Очень хорошо. Такая чистая боксерская техника. Ушел влево и слева атака. Знаете, так тоже вам откровение, да, Михаил, есть боксерская, естественно, хорошая школа у Фаниля, казахская тем более школа бокса. Очень там, конечно, все с традициями прекрасно, но вы знаете, не хватает жесткого точного попадания. У него видно, что не поставленный удар тяжелый, нокаутирующий. Нет вот панча так называемого. Даже попадая точно, он не болтает и не цепляет своего оппонента, если вы заметили. Мне кажется, он боится. Он боится пропустить. Боится попасть в митю? Боится пропустить сам ответ? Да, да, он как-то вот все делает очень осторожно. Такое, есть выражение точный расчет, а есть глупый риск. Вот в данном случае, наверное, все-таки точный расчет. Да? Может быть, кстати, может быть. Сейчас был очень креативный удар для ММА. Это для кикбокса или тейквондо является норма. С передней ноги такой ёпчаги в продолжении скольжения на опорной ноге. Фанель сейчас попробовал. Знаете, с такой техникой даже не исключаю, что этот парень дрался по кикбоксу в Казахстане. Я думаю, что дрался. Потому что еще, что характерно, он после рук всегда кидает ноги. Да, идет нога, у него левая нога, идет после в этом сайте, да. И после ног он обычно кидает тоже руки. Да, поэтому я думаю, что это нечистый боксер. Он, естественно, как любой казахский кикбоксер, как и в нашей стране, имеет так или иначе небольшой опыт бокса. При этом он все-таки более универсален. Ну да, школа есть, школа у него хорошая, видно. Базовая школа очень важна. Школа есть, но мне кажется, парню нужно прибавить в тоннаже удар. Молодец. В тоннаже удар. Сейчас пропустил сам слева руки и вроде бы так вскользь попал слева. Еще такой момент, он дает сопернику каждый раз восстановиться. Он после каждого удара, попадания своих, дает ему в себя прийти. Он создает такую ситуацию, наносит этот удар, заходит на эту дистанцию. Вот сейчас четко. И все, и посмотрит. И тут же стоит он почему-то. Почему-то не продолжает. То, о чем мы говорили с самого начала первого раунда, Михаил, не было сдвоенных стройных атак вообще. Еще вот он три раза подряд ему слева в разрез попал. Мне кажется, что можно было бы уже попытаться добить его. А может, есть такой момент еще, может, он хочет именно подвигаться, продышаться, почувствовать, как бы побольше побыть в ринге. Это психологически очень сильно закрепляет. Ну и уверенность придает. У меня было много боев. Да, это действительно есть правило, но это правило часто идет именно в пику, когда боец выходит на много боев. Это когда пулька соревновательная, когда олимпийская система, когда ты должен выиграть у четырех, у пяти своих соперников, чтобы стать первым. О, есть попадание жесткой точности его руки. И там нужно продолжение. Вот только сейчас повторно затяжку он сделал. Да, да, да. Заметил, да, тоже? Вот, вот смотри, начал бить. И сам, посмотрите, в ответ в разрез пропускает. Пропускает, да. Ну, я думаю, что неакцентированный был удар, и поэтому он особой угрозы не нес. У Фаниля много эмоций в глазах сейчас. Глаза просто из орбиты, можно сказать, выкатываются, потому что очень заряжен, конечно. Но это вот те самые нюансы, которые мы с вами, Михаил, говорили. До начала поединка его и прям первые секунды, где-то Фаниль, может быть, подгорел. Да, для него, конечно, это бесценный опыт. Видно вот, да, как он, по его эмоциям видно, по выражению лица. Я помню, в свой первый бой у меня такое же, наверное, было выражение лица. Руки-то потихонечку, действительно, они падают у Фаниля. Ну, он контролирует дистанцию. Здесь, может быть, да, контроль есть, потому что Грек все-таки не владеет очень серьезной такой боксерской техникой, мы это с вами увидели уже. Но его удары тоже опасны, потому что он нестандартный парень. Если вы заметили, что он бьет все время, вот сейчас пропускает, он тяжелый справа уже от Фаниля. Но Фаниль, когда устает... И вот здесь продолжение, продолжение требуется. Он когда устает, я заметил, он делает шаг назад на безопасное расстояние и восстанавливается. О, сейчас, смотрите, левый хайкик такой прилетел, очень неожиданный и при этом неприятный для Фаниля. Ну, давай несколько слов скажем о Греке. Однозначно. Да. Да, на его месте... Кристош Фласирис. Да, я бы, наверное, на его месте активней шел вперед сам. То есть он начал пятиться. Вот я еще раз говорю, нельзя пятиться от... Особенно, если у человека хорошая школа ударной техники. Нельзя от него пятиться. Он, ну, расстреляет. Поэтому нужно было сокращать дистанцию. Да, молодец. Та самая команда. И сейчас в эту команду запускает огромное количество ударов с рук, не контролируя, на самом деле, тулыщи и в целом своего соперника Фаниль Рафиков. Красивый бой. Красивый такой, учебный. По учебнику отработал в стойке. Молодец. Сейчас мы после, опять же, эпизода и паузы, той паузы, которая является стандартной в этом случае, когда судейский корпус быстренько совещается и передает те или иные карточки, уже заполненные судьями, уже с итоговым решением, кто одержал победу. Мы услышим, мы услышим сейчас непосредственно уже, кто все-таки в этом бою победил. Но, по-моему, ни у кого, наверное, не оставляет вопросов это решение, да? Да, 3-0, 3-0. Хет-трик у нас уже в команде есть. Молодцы, ребята. Причем я хотел бы отметить, ну, хорошие бойцы. Если в прошлый турнир все закончили в первом раунде, в свои бои практически, то сейчас смотри, третий бой и все единогласные решения в суде. То есть это говорит о том, что уровень бойцов, в принципе, хороший. Поздравляем. Поздравляем фаниля Нагая Рафикова.